До судебного разбирательства об экстрадиции Мухтар Аблязов все-таки останется под стражей. В изменении меры пресечения на подписку о невыезде отказано. Ключевым фактором стало опасение за его личную безопасность. Суд также учел статус политбеженца и историю с депортацией супруги и дочери Мухтара Аблязова. Между тем, французский суд так и не получил документы из Украины, которые в тройке претендентов на голову оппозиционного политика. Напомню, по закону Украина, а затем Россия, именно в таком порядке, имеют шансы на экстрадицию Мухтара Аблязова, тогда как у Казахстана юридически вообще нет никаких шансов. Вся надежда на близкие Европе Киев. Зная, каково отношение России-Украины будет к Аблязову, для чего они сегодня просят экстрадицию, Франция тоже об этом знает. Но я думаю, Украине для чего это нужно? Там, я думаю, сегодня еще одной Тимошенко хватает. Зачем ему головная боль для Украины? Вот это я понять не могу. В том, что в случае выдачи Мухтара Аблязова соседи непременно передадут его Акорде, сегодня мало кто сомневается. Семья задержанного по-прежнему надеется, что Франция проявит благоразумие и не наступит на итальянские грабли. Было бы очень несправедливо видеть его снова за решеткой здесь во Франции в течение последних трех недель из-за того, что коррумпированные страны типа Украины и Казахстана попросили Францию арестовать и экстрадировать его, надеясь, что в ближайшем будущем суд освободит его из-под стражи. Никто не должен с помощью обмана или давления заставить Францию принять неправильное решение в отношении его экстрадиции. Сам Мухтара Аблязов, как только Украина предоставит все необходимые документы, планирует вновь подать ходатайство об освобождении его из-под стражи. Евгения Сазонова, Алматы, Казахстан.